Кем бы вы согласились прослыть? Предателем или лохом? Если бы волосы были, так зашевелились бы. Лу-ру-ру-ру-ру-ру. Да, 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 да. А что вы смеетесь? Блин, ну а сейчас на демократии? Ну какая сейчас демократия? Вы дважды виделись с Владимиром Путиным. Что вы на меня так смотрите? Алексей, сейчас многие удивятся. С певцом Урала и вообще русской провинции мы встречаемся в… далеко не в России, а в Англии. В Манчестере. Насколько я знаю, вы очень любите этот город. Да, да, конечно. Ваш продюсер даже употребляла фразу, что вы здесь прожили всю… Прошлую жизнь. Прошлую жизнь. Как так вышло, расскажите. Мне Манчестер нравится своим индустриальным наследием. Вот если, скажем так, говорить поэтически… здесь в 200 с небольшим лет назад, ну не только в Манчестере, еще и в Ливерпуле, в Бирмингеме, началось первое восстание машин, еще задолго до терминатора. То есть первая промышленная революция. Вот здесь, по сути, машины отняли у людей тот огонь, который сами люди отняли у богов. Ого! Вот если уже говорить более прагматично, то здесь в Манчестере располагались текстильные производства. Вот все вот эти вот каналы, которые вот тут расползаются от реки Ирвелл к притокам, они были построены для того, чтобы подводить барки вот ко всем вот этим вот фабрикам, складам и так далее. А сюда из Ливерпуля везли шерсть и… что там еще там, хлопок, что ли? Вот здесь с помощью паровых машин там ткацкие станки изготовляли текстиль и потом все это дело увозили. Вот, и поэтому Манчестер получился таким уникальным городом на каналах, эдакой промышленной Венеции. И мне все это страшно нравится. Мне нравятся вот эти вот кирпичные щербатые стены, мне нравится эта брусчатка, мне нравится эта вода, мне нравятся эти старомодные аркады, клепаные конструкции. Вот нравится, как все это вписано уже в нашу современность, в 21 век. Я вижу, как это не сделано в России и сюда приезжаю, чтобы увидеть, как это должно быть сделано. Знаете, вот как там у Вознесенского, я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Манчестер — это английская челяба. Ну, по сути. Кто-то хорошо назвал Манчестер — это небесный Челябинск. Небесный? Да. Ну, так оно и есть. А как вам кажется, почему Челябинск не такой? Почему, когда ты приезжаешь в Челябинск, там все иначе? Понятно, что это промышленный город, не сравним с Лондоном. Здесь не та жизнь. Но все равно ты приезжаешь, и у тебя нет ощущения безнадеги, которое бывает, когда ты приезжаешь в Челябу, и особенно если ты начинаешь общаться с людьми. Ну, потому что Россия не такая, как Англия. Россия не интересуется собой, не ценит себя, не пытается себя узнать, как-то переосмыслить на уровне нового времени. И поэтому то богатство культурного наследия, которое есть в России, оно не работает ни в плане каких-то там туристических объектов, ни в плане самоуважения. Кто в этом виноват? Ну, я думаю, что виновата нация. Нация? Да. То есть вы, я, Сереги? Да. Так, а почему мы виноваты? Давайте на бытовом примере. Сереги, может, меньше виноваты, но мы с вами — да. Потому что мы не рассказываем об этом. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Алексей, я тут узнал, что вы не едите язык как блюдо. Это правда? Ну, есть такое, разболтал кто-то. Я не могу есть язык. Для меня это хуже, чем есть живых младенцев. Я же писатель, для меня язык — это главное орудие. Как я его могу есть? Это не прикол? Нет, это не прикол. То есть вы действительно, если вам в бизнес-ланче язык на закуску, вы не будете это брать? Нет, не буду. А когда вот это неприятие открылось вам? Я уж не помню. С самого начала. Мне всегда казалось, что есть язык — нельзя. Еще до писательских успехов? До писательских успехов, но уже после начала занятий писательством. Моя вторая половина сейчас читает Табул, закончила читать Табул, и в процессе она кинула цитату «Сибирь — ключ к пониманию России», и там был целый абзац про то, что из-за Сибири Россия так отличается от Европы. Вы могли бы расшифровать это? Мог бы, в том числе из-за Сибири, но то, о чем говорится в романе, можно отнести и к 21 веку. Скажем, главное, что нужно было сделать Петру Первому, если он хотел реформировать Россию, модернизировать, нужно было отменить крепостное право. Но из-за того, что была Сибирь с ее огромными ресурсами, можно было заниматься реформами, не занимаясь главным делом — отмены крепостного права. Вот все происходит и сейчас точно по этому же принципу. Пока у нас есть ресурсы Сибири, мы можем заниматься какими-то косвенными модернизациями, не трогая главного, что нужно изменить. Это то, что называется нефтяное проклятие. То есть смотрите, во времена Петра Сибирь давала нам пушнину, тогда это было дорого, богато и полезно, сейчас она дает нам нефть. И все это тормозит развитие. Ну, в общем, да. Ну, в каждую эпоху по-своему. Пушнину ведь цена как бы не тем, что зимой не холодно в пушной одежде, а в Петровские времена в России вообще не было своего золота. Все золото, что было в державе, оно было привозное. Разумеется, его надо на что-то обменивать, на что-то получать. А что Россия могла продавать? Продукты, они в Европе были свои, лес в Европе был свой. Вот пушнина была единственным товаром, который конвертировался на Западе. Конвертировался, разумеется, в золото. И продажа пушнины – это не способ обогащения каких-то там бородатых бояр, а способ наполнения экономики золотом, без которого никакая экономика не мыслила. Нужно же свою валюту чеканить. Так, то есть вы сторонник мысли, что Россия так резко затормозила из-за того, что в нулевые подсела на эту иглу? Как мне с Петра Первой… Не, ну вы же аналогию… Вы же проводите аналогию, что и тогда нас это тормозило, и сейчас. Скажем, не могу сказать про девяностые, но то, что в нулевые это нас затормозило, это безусловно так. Поток нефти долларов, хлынувший на нас, он позволил остановить реформу страны. А какие реформы нужно было проводить? Ну там дальнейшую демократизацию, дальнейшую либерализацию и так далее. То есть те деньги, которые мы должны были получить, завершив свои реформы, мы получили от нефтянки, не завершая реформ. То есть нулевые годы были годы незаработанных денег. А на чем бы мы их зарабатывали? Ну вот сделали бы нормальную либеральную экономику, которая приносила бы нам деньги. Вот на этом бы и зарабатывали. Но мы ее не сделали, потому что деньги у нас появились сами собой. Мы клад откопали. Да, вот когда заходишь в паб, смотришь, какие там люди сидят, как все оформлено, а в таком ретро-стиле, в духе середины или конца 19 века. Понимаешь, что вот в этот паб заходили рабочие в каких-то там засаленных робах, которые целый день стояли на конвейерах, обслуживали паровые машины. Там вокруг них крутились эти колеса, ехали эти ленты. Там какие-то, не знаю, детали точились на каких-то суппортах. Вот это все монотонно, это все бесчеловечно, это все жестко. И вот они заходили в паб, нажрались пивом, и им же надо было куда-то выбросить вот эту энергию, потому что они живые люди. И футбол — это был замечательный способ канализировать излишние силы. Как это называется? Сублимация, что ли? Да. Не помню точно слово. Одно подменяешь другим. За меня другим компенсируешь. А в России есть такая сублимация? Конечно, есть. Самые известные примеры — это балет, космос и спорт. Это вот то, чего государство не может достичь в своем экономическом развитии, в социальном устройстве, но хочет получить от нации эмоции, как будто это достигнуто. Вот все это переводится в сублимации. То есть хочется чувствовать себя великой нацией, но для великой нации нужно, чтобы у всех были теплые сортиры. Но поскольку теплые сортиры построить невозможно, а космическую ракету возможно, мы построим космическую ракету. Мы снова не в Москве. Как несложно догадаться по архитектуре и по растительности, это уже не Манчестер и даже не Англия. Это совершенно другой уголок Европы, какой мы пока не скажем. Этой весной более-менее все могли заметить, что мы пробуем новые жанры и форматы. Ну и вообще пробовать новое — это один из основных принципов нашей творческой артели. Того же принципа мы придерживаемся и там, где у нас самые большие проблемы — в образовании. Пока мы качиваем из одного города в другой, с одного континента на другой. Единственное время, где можно восполнять все пробелы, которые есть в образовании — это переезды. И вот для этих переездов в моем телефоне существует одна кнопка, которая решает очень много проблем. Приложение Storytel. Два моих самых свежих впечатления от Storytel. Во-первых, серия лекций про творчество Ильи Репина. Немного спокойно по темпераменту, но очень интересно. Второе — и тут уже с темпераментом нет никаких проблем — лекция Дмитрия Быкова «Чехов как антидепрессант». Все знают, что у Дмитрия Быкова недавно были проблемы со здоровьем. И слушая эту лекцию, особенно хочется пожелать ему, чтобы все было хорошо. А вот когда нам жить не хочется, мы откроем Чехова. И в какой-то момент мы испытаем горячую кровную благодарность ему. Потому что каким-то непостижимым путем он нас из этого состояния вытащит. Две книги, которые я собираюсь скачать себе в ближайший перелет. Это, во-первых, биография Квентина Тарантино. А во-вторых, еще одна лекция Быкова «СССР. Страна, которую придумал Гайдар». Если что, речь про Аркадия Гайдара, автора Тимура и его команды. Одно из самых важных преимуществ «Сторитела» — огромное количество самых разных жанров и направлений. Ребята не боятся экспериментировать с форматами. Поэтому здесь можно найти русскую классику, викторианские романы, стендапы, подкасты, биографии и многое другое. А недавно «Сторител» пошел еще дальше. И выпустил первый в России сериал, написанный специально под аудиоформат. Его автор и читает тоже Дмитрий Глуховский. А саундтрек сделал Каффман Лейбл. Ну а исполнил кумир молодежи Тима Белорусский. Все, кто любит сериалы, но у кого нет времени их смотреть, теперь их можно слушать. Ну и если вдруг не в курсе, какие прекрасные фишки есть в «Сторителе». Например, моя любимая штука — это ускорение. А когда я слушаю на английском, иногда приходится делать так. А рядом сидели притихшие его родители. Оффлайн-режим. Вылетите в самолете, там, конечно же, не будет интернета, и для этого нужно делать всего ничего. Спящий режим. Оказывается, есть люди, которые слушают книги на ночь, и понимают, что, скорее всего, они уснут до того, как успеют выключить переложок. Вот для таких людей есть спящий режим. Заводите, например, на 30 минут. Через 30 минут книга точно вырубится, даже если вы уже будете похрапывать на боку. В описании к этому видео есть ссылка. По ней нужно обязательно перейти и скачать «Сторител». Слушаем, развиваемся. Говорят, даже из таких, как я, что-то может получиться. У вас есть самый нелюбимый город в России? Ну, есть, конечно, но я не хотел бы его называть. Там же люди живут, им будет обидно. Давайте я назову. Мне кажется, это город Москва. А, нет-нет, я Москву вообще не люблю. А может, даже и терпеть не могу, но не до такой степени. Вот как я, будучи жителем Москвы, вижу, как все устроено? В Москве есть все. Москва, как столица выкачивает деньги из государства, наполняется этими деньгами, преображается в ущерб большинству других регионов России. Это так или нет? Это так, но не все так просто. Дело в том, что, во-первых, Москва должна быть богатой. Вот при нынешней системе власти Москва должна быть богатой. Потому что Москва, она является подушкой безопасности российской власти. Власть у нас сосредоточена в одном месте в Москве, потому что у нас супер централизованная страна. Соответственно, повлиять на власть могут только жители Москвы. Хоть что, хоть какая пугачёвщина случись там в Иркутске, никто даже не почешется. А опасность для власти исходит только от Москвы. Поэтому Москва должна быть сытая. Не почешется, потому что в Москве все сытые? Не почешется, потому что Иркутск далеко и маленький. Во-вторых, у нас все сконцентрировано в Москве. Вот я пару лет назад, что ли, по РБК слушал оценку системы перелетов внутри страны. И 70%, а то и больше всех перелетов, сосредоточено в Московском авиаузле. Это при наших-то расстояниях все самолеты летают через Москву. Но это один из примеров, который показывает, как Россия централизована. И поскольку всё сосредоточено в Москве, и главные финансовые потоки тоже сосредоточены в Москве. А в Москве стратегия успешности – это сесть на финансовый поток. Но эти стратегии успешности в провинции, например, уже не работают, потому что там нет финансовых потоков. Но Москва транслирует свои стратегии на всю страну. То есть она транслирует те стратегии, которые в провинции не работают. В провинции, чтобы быть успешными, надо применять какие-то другие стратегии. Москва не предполагает наличие другой точки зрения. – А какие стратегии успеха в провинции? – Ну, не знаю. Личная предприимчивость, например. В Москве не обязательно быть предприимчивым, ну, в таком, в либеральном смысле. Достаточно иметь хороших знакомых, достаточно иметь доступ к финансовому ресурсу, и ты уже будешь успешным человеком. – Где вы сейчас живете? – Какая разница? – Вы не говорите, где вы живете. А почему? – Потому что у нас, в нашем обществе, скажем, место жительства всегда как-то характеризует человека. То есть если ты живешь в Москве, ты крутой. Если ты живешь в провинции, ты лох. Если ты живешь за границей, ты предатель. Поскольку, ну, сто пудов я не живу в Москве, у меня выбор между лохом и предателем. Я вот как-то не хочу его делать. – Алексей, ну, подождите. Про предателя я примерно понимаю, о чем. Да. Но почему человек, который живет в Казани, Новосибе, Петербурге, Владивостоке… Прекрасно. Почему он лох? Ну как? – Вы можете сколько угодно говорить с какой угодно гуманистической позиции, но де-факто это так. И ничего с этим не поделать. – Де-факто где? В коллективном сознании? – И в коллективном создании, и в конкретной культурной тусовке, в которой ты участвуешь или должен участвовать. – Почему вам важно мнение о культурной тусовке? Сейчас же панк-эпоха, когда если можно быть совершенно оторванным от этого? – Мне не важно это мнение, но если это мнение существует, оно мешает. Поэтому я с мнением не борюсь, я просто самоустраняюсь от этих оценок. – Тогда просто закрывай этот вопрос. Ну коротко. Вы все-таки ближе к предателю или лоху? Кем бы вы согласились прослыть с более легким сердцем? Предателем или лохом? – А вот никем не согласился бы, потому что если бы согласился, я бы им и прослыл там. Это недорого стоит. – Угу. Но это и не Пермь уже тоже? – Вот я не хочу делать выбор между Сталином и Гитлером. Оба хуже. – Окей. Просто поточни, это не Пермь? – Нет, это не Пермь. – Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. – Я хочу по большим блокам поговорить про следующую тему с вами. Девяностые — это кайф или отстой? – Смотря с какой точки зрения судить. – Ой! Это худшее начало ответа. Ну давайте с какой? Вы с какой судите? – Если судить с моей личной точки зрения, то есть если я вспоминаю себя в 90-е, то это очень некомфортное время. Время даже драматическое. Потому что вот я в 90-е, например, учился в университете. Я там на искусствоведении. Я изучал там Ребранта, Ван Гога и так далее. А зарабатывал я тем, что водил в походы трудных подростков. Всякую шпану и мелких воришек. Мне было странно, почему я вот… Для чего я изучаю Ван Гога и Рембранта? Вот для того, чтобы вот их водить в походы, их обслуживать. Вот и так вот была устроена вся жизнь. Для чего все нужно? Для того, чтобы малообразованные люди с криминальными наклонностями были во главе всего? Вот. Но, тем не менее, это оценка 90-х с точки зрения отдельного частного человека. Но можно немножко и приподняться над собою. И тогда окажется, что 90-е – это время более сложное, чем просто там обнищание, катастрофы и так далее. Все-таки 90-е годы – это время создания институтов, которые очень важны для нашей нынешней России, вот и без которых мы не можем представить себе современную жизнь. В первую очередь, это институт частной собственности, которой не было до 90-х, и институт выборов. Разумеется, эти институты сейчас работают плохо, там, криво, сикость, накость и так далее. Но они есть, они уже легитимны в сознании общества. И они были созданы именно в 90-е. В 90-е годы главной задачей государства было создать эти институты, а не обеспечить благополучие народа. И, как ни странно, наше государство с этой задачей справилось. То есть в 90-е был еще и мощнейший созидательный тренд. И когда мы в 90-х видим только одну национальную катастрофу и не видим того, что было реально сделано, это большая ошибка перед историей. Как так получилось, что вы получили эту работу? Работу экскурсовода для сложных подростков? По знакомству. Это стрёмная работа? Ну, вообще, если ты там ходишь в походы, на природу, смотришь там на всякие скалы, облака, да, то работа, конечно, не стрёмная. Но когда ты видишь, какую аудиторию ты развлекаешь, то не очень весело. Вам сложно было находить с ними контакт? Нисколько, вот как ни странно, нисколько. Потому что я сразу понял, что они привыкли, что с ними все нянькаются. И с ними там нянькается детская комната милиции, учителя, там то, сё, пятое, десятое. И я им говорил на старте, что мне на вас наплевать. Моя задача — привезти обратно снаряжение. Палатки, катамараны, рюкзаки, спальные мешки и так далее. Вы горите синим пламенем, пусть вас тут хоть поубивают, хоть вы все утонете, я обязан всё это привезти обратно. Вот я слежу только за этим. Их это потрясало. Потому что никогда с ними так вот грубо не обращались. Ну и после этого они быстренько у себя в коллективе устраивали нечто вроде дедовщины. Ну и появлялось некое подобие дисциплины, и коллектив делался управляемым. О, отличный способ. Ну это тоже людоедский способ в духе девяностых. Вы работали сторожем какое-то время? Угу. Сторож — это очень тупая работа? Очень. Я не только сторожем работал, я ещё, например, работал, ну я как бы это и сторож, на бисквитной фабрике. О! Это была работа замечательная. Вот это как раз было в девяностые годы. Вот я сначала сидел на вахте, мимо меня шли женщины, которые работали на бисквитной фабрике, и выворачивали передо мной сумки, показывая, что они ничего с фабрики не украли. Мне было очень стыдно смотреть им в сумки. Ну я вот так вот как бы отворачивался там. Вот и они заметили, что мальчик сидит очень хороший, можно что-нибудь вытащить. И они стали потом меня подкармливать. Они мне приносили банки с компотом, обрезки тортиков, вот всякие вкусности, которые использовали там на фабрике. И я там как сыр в масле катался. А в обмен на что? На то, что вы не замечали? Просто да. Не замечали, что они все-таки бисквиты таскали? Да. За то, что я не лезу к ним под подолы. То есть вы в коррупционной схеме участвовали? Ну я в этой схеме участвовал, конечно, но я участвовал из деликатности, а не потому что рассчитывал на какую-то прибыль. Как вы развивали скуку, когда работали сторожами? Читал. А что еще в советское время можно было? Ну не в советское, там в постсоветское. Только читать. Бывало ли, чтобы вы теряли рукописи? Бывало. Расскажите, пожалуйста. Это как раз бывало. В первой половине девяностых, когда я писал географа, я дважды терял рукопись. Первый раз я как раз тогда работал сторожем. Вот я оставил ее в ящике стола своего рабочего. Вот. И уборщица, которая прибирала, увидела, ну тетрадка исписанная. Раз исписана, значит не нужная. И еще на помойку. Вот. И мне пришлось все заново писать. А второй раз у меня украли вместе с сумкой. Я написал географа в третий раз. Так. А можете восстановить свои впечатления и свое поведение, когда вы приходите и в этой тумбочке нет рукописи? Вспышка чудовищной ярости. Вот такая вот народная тупость. Просто зла не хватает. Не знаю, помните фильм «Ликвидацию»? Там есть сцена, когда главная героиня пришла к Готсману. Вот. Не застала его дома. Написала ему записку и оставила. И пришел, значит, племянник Готсмана, который жил у него на квартире. Увидел исписанную бумажку. Ну, значит, не нужно. Закрутил самокрутку и начал курить. Ну, что ж такое-то, а вот. А как вы думаете, они отличались, эти рукописи, друг от друга? Да. Можно ли сказать, что вот эти две коллизии, они сработали в режиме редактуры, по сути сделали географа лучше? Наверное, можно. Наверное, можно. Я потому что помню первый вариант, а второго уже не помню, а первый я помню. Он был значительно короче. То есть всякий раз я делал географа больше, больше, больше. А вам понравилась экранизация? Да. Хабенский — великий актер? Да. Я считаю, что Хабенский может сыграть все. И плейбои, и Слушкина. Да, что он очень глубоко проникает внутрь героя. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Я понимаю, что интерпретировать с писателем книгу, про что она — это, в общем, моветон. Но мы часто себе моветон позволяем, поэтому я предельно в лоб спрошу. Общага на крови — это аллюзия на Россию? Ну, изначально, конечно, да. Вот, скажем, была такая амбиция. Но потом эта амбиция постепенно растворилась. Поскольку Россия быстро менялась, и это аллюзия на жизнь в целом. Вообще, не только в России? То есть там, например, люди не хотят уезжать из общаги, не потому что они не хотят уезжать из России, а потому что они хотят жить, они не хотят уезжать из жизни. Из такой жизни, которая у них сейчас? Ну, неважно из какой, главное, что из жизни. В целом, по прочтению, ощущение, ну, невероятной тоски. Пусть и там зрелищной, да, но тоски. И вот, когда заканчиваю считать, первый вопрос, который у меня возникает. А будет ли в России когда-нибудь не тоскливо? Ну, по крайней мере, за пределами больших городов? Не знаю. Я перспектив особенных не вижу. Как говорится, что у нас каждые десять лет что-то меняется кардинальным образом, и за двести лет ничего не поменялось. Так что с этой точки зрения вряд ли. За двести лет не поменялось? Ну, это, по-моему, Салтыков-Щедрин так сказал. Ну, 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 он сказал это, когда действительно могло не меняться. А так-то после Салтыкова-Щедрина царская Россия, советская Россия, ну и как бы независимая Россия. А какие-то базовые вещи все равно остались неизменными. А какие? Свобода. Свобода? Ну, в смысле ее отсутствие. А почему так происходит? Почему русскому человеку свобода не нужна? Долгий разговор. А если попробовать уместить его в минуту? Хорошо. С моей точки зрения Россия и себя представляет не цельное образование, а такой комплекс, набор разных страт, разных идентичностей. Вот, скажем, эти идентичности бывают корпоративные, они бывают региональные, бывают национальные, которые совпадают с конфессиональными. Вот, бывают еще и другие страты. Вот, для каждой страты своя идентичность. А идентичность — это, там, это не вера, не язык, не религия, не культура. Это система ценностей. И в этой системе ценностей, в каждой идентичности есть главная ценность, через которую происходит самореализация человека, представителя данной идентичности. А вот, скажем, если ты по идентичности крестьянин, то для тебя главные ценности — это власть и собственность. Через них ты самореализуешься. Например, главный культурный герой крестьянского социума — богатырь, защитник общины, защитник власти и собственности. Если, например, ты, не знаю, там, рабочий, для тебя главная ценность, через которую ты самореализуешься — это дело и работа. Вот, поэтому главный культурный герой, ну, скажем, Урала, как первого промышленного региона — Данила Мастер, мастер, а уже не богатырь. Там для казаков, например, там Стенька Разин, там у них главный культурный герой — разбойник, потому что у них главные ценности — это справедливость и равенство. Для любого национального объединения такими ценностями являются вера и традиция. Поэтому там всегда свои герои. Вот, к чему я все это рассказываю. И для русского человека, скажем так, для человека, жителя России, не обязательно русского по национальности, ценность по идентичности всегда важнее ценности свободы. То есть свобода, она, конечно, тоже ценность, но она всегда номер два или номер три. А главная ценность — это ценность по идентичности. То есть для меня собственность важнее свободы, для меня работа важнее свободы, для меня вера важнее свободы и так далее. Вот когда мы начнем жить без идентичности, вот тогда мы будем жить так, как европейцы в чистом виде. А начнем когда-нибудь? В принципе, это возможно. Ну вот у моих детей есть на это шанс? У меня очевидно, что нет. А у детей? Ну, смотря какой идентичности принадлежат ваши дети. Я подозреваю, что они скорее всего дети большого мира, такой глобальной идентичности, и для них это вообще не проблема. В России много разных идентичностей, в том числе есть вот и глобальные идентичности, когда свобода на первом месте. Одна, две, три вещи, которые вам не нравятся в сегодняшней России. Коррупция, несвобода и почитание власти. Коррупция. Почему я так много в России? И почему даже, когда ты начинаешь читать табу, там уже в самом начале Меншиков несколько раз что-нибудь успевает подрезать у Петра? Почему? Гены, привычка, что? Тут не надо совмещать две эпохи. И причины коррупции при Петре одни, причины коррупции сейчас другие. Они не тождественны друг другу. При Петре это, во-первых, традиция боярского управления и кормления, когда это была норма, когда, например, Петр назначал губернатора, но не давал ему никакой зарплаты. В Казе понятно, что он будет воровать. Он бы и так воровал, но тут у него даже и легитимность воровства некая появляется. Так что в Петровске времена для нас не образец, не идеал и не объяснение. А в нынешней ситуации причина коррупции, на мой взгляд, как раз в том, что у нас очень сложно устроенная страна. Вот когда я говорил, что разные идентичности, разные страты и так далее. Если им дать всем свободу, ну, федерализм, скажем так, ну, они сами будут собою управлять, сами будут за собою следить, за своими финансами в том числе, и федеральному центру отчитываться. Но если ими всеми управлять сверху, то поскольку все они живут по-разному, на каждый нужен какой-то управленческий центр, этот бюрократический аппарат увеличивается в разы, в разы и в разы и в разы. В конце концов, он становится таким гигантским, что превращается в класс доминион, в класс гегемон. То есть вот сейчас мы живем в обществе, где бюрократия превратилась в отдельный класс. То есть это люди, которые сидят на финансовых потоках. Разумеется, они этими потоками рулят так, чтобы им самим перепадала значительная часть национального богатства. Когда это перестанет работать? Когда будет демократия. Блин, ну а сейчас не демократия? Ну какая сейчас демократия? Выборы есть каждые сколько-то лет. Люди ходят и голосуют за кого хотят. Знаете, у нас в России очень многие вещи чисто имитационные. Вот у нас такая, знаете, ролевой патриотизм, имитационная демократия. Что такое ролевой патриотизм? Ну это, например, там ряженые казаки. Вам они не нравятся? А кому они нравятся? А чем они вам не нравятся? Ну абсурдностью, просто тем, что это какая-то насмешка над реальным казачеством. А, то есть реальное казачество не такое? Конечно нет. А какое оно? Мне казалось, что это вот лихие пацаны, которые служат власти. Всегда. Казачество... Тогда царю, сейчас тоже царю. Казачество — это определенная социальная прослойка, сословия, которые, безусловно, служили царю в обмен на определенные льготы. Например, они ввели самостоятельное хозяйство, не оплатили налоги. Но за это на собственные деньги они служили государству. Но нынешние-то казаки ведь не так. То есть они, например, сами ведь себя не кормят. Они кормятся деньгами государства. Дотационные казаки? Конечно. А исторические казаки не сами себя кормили. Какой еще патриотизм вам не нравится? Как вы к параду на 9 мая относитесь? Ну, знаете, я все-таки мальчик советского воспитания. Я, в общем, отношусь положительно. Что да, здорово, там танчики проехали по Красной площади. Другое дело, что мне ужасно не нравится та милитаризация, которая повсюду на меня сыплется. И с телевизора там, и откуда только. Нет. Вот эта агрессивность, это бресание оружием просто раздражает. Там, когда включаешь телевизор, и в новостях какая-нибудь там стройненькая девочка, которой там надо рассказывать, я не знаю, там про природу или еще что, начинает рассказывать, что вот у нас есть вот такой вот танк, да вот у нас вот есть такая огромная ракетища, да вот такой самолет мы построили. Это уже полный перебор с этой военщиной. Когда всерьез обсуждают вероятность атомной войны, ну, даже в советское время такого не было. Это было табу. Ну, карибский кризис. Ну, карибский кризис я не застал все-таки, я уж не такой старый, как кажусь на первый взгляд. Вот, но тем не менее, публично никогда не обсуждались сценарии атомного конфликта с Соединенными Штатами. Рассказывалось про то, что будет, если такой конфликт случится. Но это рассказывалось в плане, что будет общая катастрофа, а не то, что мы их ударим, а нам ничего за это не будет, да у нас и пушки толще, и ракеты длиннее, и мы всех победим, и, в общем, все нормально, можно и повоевать атомным оружием. Но такого не было. Вы сказали, стройная девушка, которой стоит рассказывать про природу. Немножко повеялось сексизмом. Вот, повеялось сексизмом, да-да-да. Я прошу прощения, если я кого-то обидел. Ну, скажем, мне лично, от стройной девушки, больше бы хотелось услышать рассказ про природу, чем рассказ про новую самоходку. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Акция, это же жилые дома, да? Да. Вы никогда в таком не останавливались? В Манчестере? Нет. В Амстердаме, точнее, в Лейдене под Амстердамом жил в таком домике. Прям ночевали там, да? Да. И как это? Да, это прекрасно. Но там дом был гораздо больше, чем эти кораблики. Там такая была платформа, понтон плавающий, и на нем как настоящий дом стоял. Ага. И не укачивают ночью? Да там речка-то, господи, переплюнуть можно. Не, не укачивают. У вас были какие-то моменты невероятного отчаяния по чести того, что происходит в России? Когда вы думали, блин, пора бы… Невероятного отчаяния не было, но разочарование, безусловно, было. Когда? Ну, скажем, когда я понял, что мы возвращаемся обратно в Совок. Это было так грустно, думаю, ну вот, все, блин, вернулась на круги своя. Когда это произошло? Это произошло где-то лет пять назад, что ли, может шесть. Тогда, когда я понял, не тогда, когда были какие-то политические решения приняты, а тогда, когда я понял, что нация это одобряет. Так, по пунктам. Что плохого в Совке? А что хорошего? Вам скажут. Как что хорошего? Бесплатное образование. Там вообще-то вас русскому языку научили и книжки писать. Лечили вас в поликлинике. Это… Я с этим не согласен. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Вещи, которые любое государство должно делать, должно учить своему языку, там, давать образование и так далее. Это не заслуга советской власти. Любое государство должно это делать. Это делала бы царская Россия, это делал бы Советский Союз, это как могла делала либеральная Россия. При чем здесь социальное устройство государства? — Заводы работали. — Ну, работали. Плохо, правда. — Что вам не нравится в Советской жизни? — В Советской жизни… — Вы же понимаете, да, что я вас… — В Советской жизни… — Я очень хорошо отношусь к Советскому Союзу. Советский Союз для меня, вот лично для меня, это такая солнечная страна моего детства. В Советском Союзе, когда я был ребенком, мне было комфортно. Я чувствовал себя в общем, в безопасности относительно. Но было плохо то, что за меня все решили. За меня решили… У меня, конечно, был определенный люфт выбора. То есть я думал, куда мне поступать, в политех, в медицинский или на филфак. Но дальше все уже шло по колее. То есть я должен отучиться, я должен отработать какой-то срок. Когда я этот срок после учебы отработаю, наверняка я уже там и осяду. И всю оставшуюся жизнь я должен работать там, потому что я связан там пропиской, а там, я не знаю, там чем там, талонами, прикреплением и так далее. В общем, понятно же, что жизнь была зарегулирована. Там нельзя было выйти из колеи. Вот, а если хочешь что-то делать, волей-неволей приходится выходить из колеи. Советский Союз этого не подразумевал. Окей, а как… что было сигналами того, что мы в САОК возвращаемся? Какое-то общее удовлетворение нации и государства. А нация должна быть недовольна государством? Мне вообще кажется, что нация всегда должна быть недовольна государством. Даже самое идеальное государство, там, не знаю, там, созданное Платоном, нация должна быть недовольна. Это норма существования, что ты всегда должен быть недоволен властью, там, власть всегда кто-то должен оспаривать. Это не потому что власть плохая, просто так положено в нормальном обществе. Если мы начинаем быть довольными, то нам дальше некуда развиваться. Мы всегда должны быть недовольны своим образованием, своим моральным обликом, своим финансовым положением, в том числе и своей властью. — А Крым был каким-то важным пунктом, когда вы стали об этом думать? — Для нации — да, для меня — нет. — Нет, я к тому, что когда Крым аннексировали, когда в связи с этим происходили воодушевления нации, вот это было тем признаком, что мы возвращаемся в САОК? — Это тоже в том числе. — Переизбрание Путина? — И это тоже. Тут множество событий, это же не какое-то одно событие, там шел, поскользнулся, упал, очнулся гипс, очнулся Советский Союз. Нет, это как бы постепенно, постепенно, постепенно нарастало, и стало понятно, что на нации — это не нужно. Ни свобода, ни Европа, нужен Советский Союз. Это было очень грустно, горько. Ваша цитата, от которой я немножко ошалел. «Скажу, что общество не осознает главные вызовы времени и не видит проблем там, где они есть на самом деле. Мне, например, изменение культуры, которую породил интернет, представляется большей проблемой, чем Новороссия, но общество считает иначе». Что за изменение культуры, которое пройдет интернет? Я здесь вижу тревогу. Добрались до моей главной и любимой темы. Я считаю, что главная проблема — это не Украина, не Европа, не Америка, не коррупция и не что-то еще. Все эти проблемы, безусловно, очень важные и острые, но либо они будут рано или поздно решены, потому что они должны быть решены, либо и так все с ними понятно, что об этом говорить. А главной проблемой общества, в том числе и российского, я имею в виду вообще человеческого общества, на мой взгляд, является взаимоотношение с машиной, то есть та ситуация, когда мы в своем реальном мире начинаем жить по тем законам, которые созданы для виртуального мира. И наш реальный мир меняется, потому что он не приспособлен для таких законов. Примеры тому я вижу сплошь и рядом, но реально общество этого не видит. — Приведите эти примеры. — Так, ну тут мне надо, наверное, тогда сделать небольшой экскурс, чтобы меня не назвали там «Лудитом», а это очень хорошо прозвучит в Манчестере, вот, и чтобы не сказали, что я там призываю запретить интернет, как в Северной Корее, и вбить в него осиновый кол. — Вот-вот. — Вот, я считаю, что интернет — это величайшее изобретение, и соцсети, как квинтэссенция интернета — это изобретение гениальное, которое изменяет историю человечества. А история человечества меняется не только по экономическим законам, но и по способу коммуникации. Вот, скажем, Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание. Ну, вроде бы, что там облегчило работу монахом-переписчиком, которые переписывали священные тексты. На самом деле появился книгопечатанный станок Гутенберга, а вслед за ним появилась пресса. Появилась пресса, и разрозненные цеха и гильдии превратились в классы. Вот, и началась уже буржуазная история человечества. То есть новая коммуникация изменила историю человечества. Мы пошли по буржуазному пути развития. Точно так же интернет — это новая коммуникация, и она точно так же изменяет и социологию человечества, и, соответственно, историю человечества. Это, в том числе, и меняет нашу психологию, вот, меняет наши мировоззренческие вещи. Скажем, ну, какой бы пример привести? Ну, вот такой пример. Предположим, до появления соцсетей молодой человек хотел познакомиться с девушкой. Вот, ему для этого нужно было предпринять какие-то усилия. То есть, там, заработать денег, чтобы сводить ее в кафе, привести себя в порядок, вот, посмотреть пару фильмов, чтобы ему было о чем с ней поговорить. Ну, так ведь? Но все это остается и сейчас. Нет. Зато сейчас молодой человек может найти по соцсетям такую девушку, которая примет его и безденежного, и ничего не знающего, и выглядящего как чучело и так далее. То есть, он все равно найдет себе пару. То есть… Просто потому что выбор упростился? Да, потому что выбор стал огромный. Так. Раньше такого огромного выбора не было. И человек вынужден был эволюционировать. То есть… А сейчас нужда в эволюции прошла? Да. Сейчас эволюция заменяется выбором. Вот я, разумеется, привел такой очень простой и вульгарный пример, но вы понимаете, что… Но он понятен, по крайней мере. Но он понятен. Эволюция… По цензуру? Да нет, господи. А про то, что мы не понимаем, какие риски интернет несет. Конечно. То есть, к чему он приведет. Но вы допускаете, что он может привести наоборот, к тому, что все будет классно, и человечество такое же сделает скачок вперед, как оно сделало благодаря машине «Гутендер». Я думаю, что, разумеется, человечество адаптируется, но это уже будет несколько иная культура, совсем не похожая на нашу нынешнюю культуру. Вот. Но сможем ли мы сохранить свою прежнюю суть при новых отношениях, это никому не известно. Дело в том, что любой русский человек прекрасно знает Манчестер, потому что знаменитая мелодия, под которую в программе «Время» погоду объявляли, я сейчас ее спою, но я прошу прощения у всех на свете, у Господа Бога. «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пара-пара-па-па-пам». Это песня «Манчестер-Ливерпуль». Она вообще поется «Манчестер-Ливерпуль». «Манчестер-Ливерпуль» — это первая в истории настоящая железная дорога, ну, потому что «Ливерпуль-Порт», куда привозили весь этот хлопок и так далее, а «Манчестер» — промышленный центр, где его обрабатывали. Вот это первая в мире железная дорога. Ну и, как я понимаю, видимо, там какая-то любовь, там один в «Манчестере», другая в «Ливерпуле» или как-нибудь наоборот. Но, тем не менее, в нашем гинокоде «Манчестер» присутствует. На советском телевидении взяли песню из буржуазного мира. А что такое сплошь и рядом было? Если бы люди знали. Господи, когда-то в программе «Время», я помню, я сам охренел, а «Погоду» рассказывали под мелодию из фильма «Эммануэль». Серьезно? Но не под самую известную? Под самую известную. Под вот эту ту-ру-ру-ру-ру-ру… Да-да-да-да-да. Как происходит процесс создания фильма по вашим книгам? Ну, для начала, актеры выбираются при вашем участии? Вот тут надо разобраться. Писатель в кинематографе может участвовать в двух ролях. Либо это автор первоисточника, то есть написал роман, продал права, все, куришь бамбук, ждешь результата. Либо ты автор сценария, тогда ты участник процесса, ты со всеми зарубаешься, отстаиваешь свою точку зрения, потому что ты отвечаешь за результат. Я и в той, и в другой роли побывал. Давайте пример приведем. Географ, вы побывали в роли «Отдал» и «Куришь бамбук». Да, да. Так, там вообще с вами не консультировались, вы просто смотрели методы. Ну, мы поговорили с Александром Велединским, но у меня такая позиция, что вот если ты доверяешь режиссеру, лучшее, что ты можешь сделать – это не мешать ему. То есть не лезть ему под руку, не хватать его за рукав, не объяснять ему, как ему надо делать свою работу. Вот просто наберись терпения, отойди в сторону и не мешай. Это дает более выгодные результаты. С Сергеем Мурсуляком я вел себя точно так же. Вариант сценариста? Вариант сценариста, наоборот, все, что является твоей компетенцией, встревает, доказывая свою точку зрения, отстаивая эту точку зрения. Вот. Но я встревал и отстаивал. Отстоять мне ничего не удалось. Поэтому, например, из фильма «Табол» я ушел и снял свое имя с титров. Что вам не понравилось? Не понравилось, как перелопатили сценарий, в какую туфту его превратил режиссер Игрезайцев. Для начала мы говорим про фильм или про сериал? Мы говорим и про то, и про другое, потому что я придумал такой сюжет, что, меняя одну какую-то часть, ты одновременно уже и меняешь все. Я еще не смотрел сериал, не знаю, как там, что поменяли. Вот я могу судить только по фильму. Но если судить по фильму, в общем, и сериал тоже будет весьма далек от того сюжета, который я придумал. А где вы смотрели фильм? Уже в кино или? Уже в кино. Я как порвал отношения, больше не интересовался ничем. Вы недополучили денег из-за этого или ваш гонорар вам заплатили полностью? Ну, в принципе, если бы я остался в проекте, я бы еще что-нибудь получал, но я ушел не из-за денег. Вот все, что нужно было сделать по договоренностям с продюсером, я сделал. То есть я как бы честно доработал свою работу до конца. Вот. Но отказался работать дальше, соответственно, и получать дальше, потому что мне не нравилось. Но важное уточнение. Вы брались за «Тобол» изначально именно как за сценарий. Да. То есть если бы не было кино, книги тоже бы не было. Была бы. Но не так скоро. Вообще фигура Семена Ремезова, ну, который главный герой фильма «Тобол», она меня всегда интересовала. Еще, не знаю, лет… Вот, скажем, когда мы с Леонидом Парфеновым снимали «Хребет России», мы начали как раз с Тобольска, с того места, где стоит памятник Ремезову. Вот. А это… Сколько уже там? Десять лет назад, наверное. Вот. Пять лет назад мне подарили собрание сочинений Ремезова. Я как только получил эти тома, я понял, ну, все. Меня просто обрекают на роман. Вот. Я наверняка бы взялся за него не так скоро, но раз уж так сложились обстоятельства, я взялся тогда, когда взялся. Вообще, в принципе, я человек системный. Я примерно представляю, что я буду писать на ближайшее время. И бывает такое, что выпадает шанс, и мне приваливает какая-то работа по той теме, по которой я уже и так хочу работать. Такое счастливое стечение обстоятельств. Какой вывод вы сделали в связи с этой историей? Будьте жучей режиссеров, выбирайте. Ой, господи, вывод я сделал, что… Ну, я вообще никаких режиссеров не выбирал, это не моя компетенция, и актеров я не выбирал. Я сделал вывод о том, что я больше никогда не буду писать сценарий, вот, и тотчас же я свое решение нарушил. Так. Как? Снова согласился. Что вы пишете? Сказать я пока не могу, такие условия контракта, вот, но мне предложили более выгодные условия, не с финансовой точки зрения, а с точки зрения прав. Ну, и отношений к тому продукту, который я произвожу. Надежда победила опыт. Нет, им не сложно будет переделать, просто они будут более внимательно ко мне относиться. Я очень хотел поговорить с вами про технологию, про технологию написания книг. Ну вот, самый простой вопрос, да не покажется он вам оскорбительным. Еще раз, вы не употребляете наркотики? Нет. Тогда расскажите как можно более технологично и в бытовом смысле, как у вас начинал складываться роман «Сердце Парма». Вот ты начинаешь его читать, и полное ощущение, что как минимум человек курит ганджу для того, чтобы у него вот все эти исторические ассоциации, все эти ханы, все эти истории шамана родились. Ну, как максимум, может быть, это увлечение каким-то оккультизмом и прочими делами, которые уже там в недра истории проходят. Как он у вас складывался, если вы не по наркоте? Как вы утверждаете? Вы еще почитаете мой роман «Корабли и галактика», тогда вы убедитесь, что так оно и есть, и я никогда не смогу вас разубедить в обратном. А я не собираюсь, ну, то есть я не высказываю недоверие, я хочу понять технологию. Технология… Я вообще люблю говорить о литературной технологии, потому что сам пытаюсь осмыслить, как это получается и как это делать, чтобы не терять зря время и усилия. Начинается с того, что, скажем, что-то меня задевает. Ну, хорошо, хорошо, начнем с сердца Пармы. Я впервые приехал вот туда, на Северный Урал, и удивился тому, что на Северном Урале я вижу мир из старинной русской сказки. То есть вот эти вот ели, обросшие мхами, вот эти валуны, опять же, в зеленом мху, вот это общее ощущение эпичности, суровости, каких-то холодов там, бегущих облаков и так далее. Я задумался, почему атмосфера русской сказки на Урале? Вот вроде бы как она должна быть где-то там на Рязанщине или там на Тамбовщине или на Владимирщине, а вовсе не на севере Пермского края. И я стал интересоваться происхождением русского фольклора. Вот. И выяснилось, что русский фольклор сложился в 15 веке как раз тогда, когда русские впервые вторглись на Урал в мир финно-угорских язычников. И, в общем, во многом русский фольклор — это перетолкованные обрядовые практики и мировоззрения язычников. Ну, перетолкованные, разумеется, на русский лад и в течение многих поколений. Вот. И они постепенно превратились в русские сказки. Вот. И мне... Ну, я увидел сюжет исторически реальный, то есть последнее древнерусское княжество Пермь Великая Чердень, которая как раз вот на границе русского и финно-угорского мира вот в том самом центре, где и зарождался... зарождались русские сказки. И я решил написать такой роман формально-исторический об этом самом княжестве. Но, в общем, роман о том, как из двух миров рождается русский мир. Вот откуда есть пошла, скажем так, русская земля. То есть в формальном отношении это гибрид исторического романа и фэнтези. Потому что в реальной истории действительно все эти шаманы и колдуны, и князья, и так далее, они все встретились вот в этой самой Перме Великой Чердень. А как вы получали информацию об этом? Какие-то библиотеки хранят, книги... Конечно, я читал работы историков на эту тему, и не только историков, а еще и всяких там археологов, этнографов и прочие вещи. — Это правда, что куча пейзажных историй — это то, что вы своими ногами обошли? — Да, правда. — А как это выглядит? То есть вы знаете, что сегодня суббота или сегодня пятница, и я рвану за 200 километров от Перми и буду там топтаться по сопкам? — Да нет, не то что... Просто организуется поход там на неделю или на полторы или на две по какой-нибудь реке. Он захватывает несколько интересных территорий. Я иду в этот поход, точнее, я его сам организовываю. — Вы фотографируете или это чисто фотография памяти? — Нет. — Фотография памяти. — Бывает ли сейчас такое, что вот вы понимаете, я замышляю новый роман. — Да, бывает. — И у меня есть подготовительная работа. Что это за подготовительная работа? — Сейчас все точно так же, как и в те далекие времена. Вот я совсем недавно вернулся из поездки в Калининград. И там меня свозили в город Балтийск. Это бывший немецкий город Пилау. И показали крепость. И рассказали потрясающую историю про эту крепость. И у меня уже в голове все завертелось. И уже складывается сюжет. И я вижу атмосферу этого произведения. Вот я вижу уже, как, что надо подкручивать, развивать в какую сторону. Если я буду делать это произведение, разумеется, я снова поеду в Балтийск. Снова буду ходить по этой крепости. Снова попрошу экскурсоводов провести мне экскурсию. То есть на местности мозги работают гораздо лучше. — У вас герои книг много пьют. Ну давайте возьмем классику Слушкин. Иван дурак, который бухает. Когда я читал, и вообще, у меня всегда возникал вопрос. Поправьте, если я ошибаюсь. В России алкоголизм, он часто не воспринимается как какой-то недостаток. Он скорее как доблесть воспринимается. — Почему? — В определенном возрасте. — В возрасте? Почему? — Ну вот тут-то много причин. Во-первых, потому что действительно в определенном возрасте он воспринимается как доблесть. Я помню, как я сам лихо пьянствовал в молодости. Сейчас вспоминаю, что это... Если бы волосы были, так зашевелились бы. Зачем надо было вот так вот ужираться и так себя вести? Ну тогда это казалось круто. Это во-первых. А во-вторых, алкоголизм — это был тоже вариант национальной сублимации. С помощью алкоголизма мы снимали некие социальные напряженности. Ну, предположим. Вот именно этим занимается Виктор Слушкин, кстати, в романе. То есть Виктору Слушкину надо совершить подлость. Он не хочет эту подлость совершать. Вот. И он нажирается. То есть вместо подлости он совершает свинство. И это в Советском Союзе была норма поведения. А подлость зачем? Чтобы быть bad boy? Чтобы быть вот таким альфа-самцом, хулиганом, который... Нет. Конкретно Слушкин должен был совершить подлость, потому что... Ну так принято. Потому что если бы он этого не совершил, он поставил бы себя выше окружающих, укорил бы их своей хорошестью. А он не хотел быть выше никого, не хотел унижать людей. Просто для него это был самый простой выход. Вспомните свою самую ядрическую пьянку. Ну, вспомнил. Сколько там было выпито? Она была не однодневная. А у вас же бывали запои? Вообще да, конечно. Какое рекордное по количеству дней? Наверное, дня три мы бухали, не просыхая. То есть вот просто с перерывами на сон вы просто пьете? Да. Что это за возраст был? Это было года 22-24, где-то вот так. Это, скажем так, финал студенческой жизни, когда уже сам черт не брат. Все, можно. Можно и бухать. Сейчас вы бухаете? Да, нет, конечно. Как давно? Ну, когда вы в последний раз могли уйти в запой? Ну, вот сейчас или относительно недавно вас можно было найти посреди запоя? Нет, в запой я могу уйти в любой момент. Это вообще не проблема. Сейчас он пошел, купил и ушел. Но я давным-давно этого не делаю, потому что, ну, это уже не интересно. Ну, то есть как минимум лет 15, если я, например, напиваюсь, то на следующий день я похмеляюсь. Но это уже не запой. А, это просто выход из такого. Ну, это выход, ну. Я хочу поговорить с вами про экономику писателя. А, писателя, пожалуйста. Нет, не про мировую и все остальное. Как вы зарабатываете? Что есть источники вашего дохода? Источник моего дохода только один – мои романы. Но их можно, скажем так, конвертировать в деньги по-разному. У меня есть продюсерский центр, у меня есть продюсер, который именно этим и занимается. Он торгуется, он продает, он по-разному распоряжается правами. Вот я деньгами практически не занимаюсь. Вообще, я стараюсь свою жизнь полностью освободить от того, что мне не нужно. То есть я, например, я не знаю там, я не занимаюсь одеждой, потому что этим занимается стилист. Я не занимаюсь деньгами, потому что этим занимается продюсер. И там, я не сижу в соцсетях, я не бухаю, я не тусуюсь. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. Я пишу романы. Вот я, конечно, в общем, знаю, как устроен писательский рынок. Вот, но всякие тонкости – это уже к продюсеру не ко мне. Вы хотите сказать, что вы не знаете, сколько вам прилетает за одну книгу? Не поверите, но не знаю. Ну, смотрите, давайте… Ну как, я в общих чертах знаю, вот, но так, чтобы вот… Я бы вот вам мог сказать, сколько у меня лежит на счету, я не знаю. Писали, что в начале нулевых авансом за книгу вы могли… Не в начале, в нулевых. Авансом за книгу вы могли получить 50 тысяч долларов. Насколько это близко к правде информации? Это близко. Близко. Права на экранизацию книги Иванова стоят от 20 до 40 тысяч долларов. Так, это надо в рубли перевести. От миллиона двухсот до двух с половиной миллионов. Рублей? Рублей, да. Так, я даже не знаю, ответить мне вам честно или не ответить? Конечно, ответить. Ну, скажем так… Мне кажется, это мало. Чушь это у вас там указана, вот, но я работаю выше рынка. Вот те цифры, которые указаны у вас, это цифры не те, которые есть на рынке. Я не скажу больше они или меньше. Я могу сказать, что о том, что писатель не может заработать своими произведениями, утверждения – это миф. Может. Причем не быть автором там иронических детективов или дамских романов. Может писатель мейнстрима заработать. И зарабатываешь ведь не только гонорарами. Зарабатываешь продажей прав на экранизацию, там, зарабатываешь сценариями, зарабатываешь продажей прав на аудиокниги, на электронные книги, там, много всяких версий на театральные постановки и так далее. Вот все это, вся эта масса прав каждые там 3-4-5 лет перепродается заново. Вот у меня много произведений, там, у меня около 20 книг. Все это, разумеется… Каждый новый тираж приносит вам дополнительные деньги? Да. Ну, по-разному приносит, но приносит новые деньги. Там несколько простых маркеров. У вас есть машина? Ну, есть, да. А вы в своей квартире живете? Да, конечно. Вы не снимаете? Нет. В режиме «одна книга в год» вы можете жить комфортно, путешествуя, в общем, я ни в чем себе не отказываю? Могу. Да я, в общем, в таком режиме и живу, потому что у меня действительно одна книга в год. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий… Как вы отреагировали, когда Путин на очередной срок пошел? Никак. А что я должен был сделать? Вас скорее напрягло или скорее порадовало? Нет, это меня не порадовало. Это меня удручило. Но я уже понимал, в какую сторону мы движемся, и такой поступок у президента был неизбежен. Вас это удручило? Ну смотрите, есть куча народу, которые скажут, что огромная страна, про которую вы пишете, ей нужен единственный способ ее существования, это чтобы у нее был такой владыка, который жесткой рукой управлял. Причем не просто владыка, который управлял жесткой рукой, а нужно, чтобы под жесткой рукой владыки у нас была демократия. Вот если бы народу хотелось просто владыки, ну восточной деспотии ничего особенного. Надо демократию под жесткой рукой. Вот как вот это совместить, эту кентавромахи устроить, это никому не известно. А разве не это единственный путь? Путь и чего? Держать под контролем, так вышло такое огромное государство. Контроль бывает разный. А как вы его видите? Не обязательно же контроль в виде дубины над головой. А каким еще он может быть, когда у тебя страна занимает одну шестую суши? Ну вот таким. Это меньше страна гораздо. Ну и что? Если идти по пути федерализма, размер не имеет значения. Способны ли люди, которые рулят Уралом, Дальним Востоком и люди, которые там живут, управлять своими частями суши сами? Я думаю, что да. А на чем основана ваша уверенность? Ну вообще на вере в природу человека. Ну человек же может устроить свою жизнь. В России тоже? Конечно. Если совсем по-простому и по-школьному, где гарантия, что в Екатеринбурге не соберутся пацаны, выросшие на Уралмаше? Или я имею в виду не в районе, а по мотивам преступной группировки. И которые будут управлять в режиме жесткого беспредела? Никакой гарантии нет. Ну и разве это хорошо? Ну жизнь вообще никаких гарантий не дает. Надо жизнь принимать такую, какой она есть, и на вызовы жизни отвечать адекватно. Если пацаны с Уралмаше собираются и уж слишком сильно буреют, надо бороться с пацанами с Уралмаше, а не со свободой. Вы дважды виделись с Владимиром Путиным. Расскажите, как так получилось? В первый раз меня пригласили на какое-то мероприятие в Питере. Я уж не помню, с чем оно было связано в 2004 год. Вот меня польстило то, что там было человек 40 приглашенных. Вот среди них я был единственным не из Москвы и Питера. А все остальные деятели из столиц. Вот мне было просто интересно посмотреть на Путина. Ну я посмотрел на Путина. Оказалось, что в реальной жизни он точно такой же, как в телевизоре. Вот просто никакого отличия. А второй раз я поехал уже на более тесную встречу. Там было, по-моему, человек 10 писателей. Вот я уже поехал с конкретной целью. В то время в Перми я инициировал издание книжной серии «Перм как текст». Это собрание текстов, не обязательно художественных, которые форматируют региональную идентичность. Вот мне местные власти выдали деньги на эту серию. Это не мои тексты, разумеется. Вот. И одной рукой выдали, а другой рукой разворовали. Я начал орать, что наведите порядок, накажите воров, доиздайте книги. И решил съездить на встречу с Путиным, посчитав, что в таком случае я буду иметь больше веса. Вот. Ну как же. Сам президент… Это жиря Салтыкова, ее вся Москва знает. В смысле? Ну, из «Брата 2», если вы помните, как бандосы рассуждали, что вот ее трогать нельзя. Ну, примерно так. Но наши чиновники стойкие, их не поколебать такой ерундой, как президент. Вот. И ни к чему это не привело. То есть серия так и осталась разворованной. Важное. Вы ехали к нему как к батюшке цареву рассказать про беспредел или просто съездить, чтобы вас больше боялись коррупционеры региональные? Просто съездить, посветить мордой, потому что я ничего не говорил. Как вы относитесь к Путину? Сложно сказать. Примерно так же, как всей нации. Все-таки Путин очень точно угадывает, что нужно народу. И он, в общем, является такой квинтэссенцией народа. Что вы на меня так смотрите? Прям квинтэссенцией? За что народ его так любит? Понятия не имею. Видимо, за те брутальные вещи, которые он творит, которые совпадают с народным представлением о президенте и царе как супергероя. На тиграх скачет, на самолетах летает, на дно морское ныряет, амфоры достает. В общем, все ему по плечу. В России сейчас застой? Да, конечно. Застой и стагнация. Потому что нет движения вперед. Сделать что-то новое в экономике, во всяком случае, практически невозможно. У меня огромное количество знакомых, которые вполне успешно занимались бизнесом, разорились. И не потому, что они идиоты или ничего не соображают в этом деле. Просто стало сложнее. Все стало более вязким и более неподатливым. В культуре в том числе. Ну, например, 8 лет назад, сейчас 9-й год, да? Ну, даже 10. 19-й. 19-й. Даже 10 лет назад я мог сделать такой проект, как фильм «Хребет России». То есть я мог найти деньги на этот проект, мог пригласить Леонида Парфенова к сотрудничеству и мог потом договориться с Первым каналом, чтобы его показали в прайм-тайм на главном канале страны. Сейчас это же невозможно. Хотя производство фильма, например, гораздо дешевле стало, чем было в те времена. Сколько он стоил тогда? 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов? Как вы вспоминаете «Хребет России»? Как вот пополам. 50% — это удовлетворение от сделанной работы и 50% — досады от того, что могло быть гораздо больше. Но, увы, 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 как, например, сказал мне Леонид Парфенов, никакой федеральный канал не возьмет фильм о провинции больше, чем 4 Сирии. Вот это ужасно оскорбительно. То есть про шоу-бизнес — пожалуйста, про кремлевских любовниц — пожалуйста, а вот про Россию — нет, 4 Сирии и потолочек. Вот это оскорбительно. А денег хватило бы и на больше проекта. А, то есть вы могли снять больше, но просто вам негде было бы это показывать? Да, уже бы не взяли. Слушайте, а 2 миллиона долларов — я понимаю, что это другое производство, но сейчас это выглядит просто колоссальными деньгами даже для 60 съемочных дней. А на что все это ушло? Ну, во-первых, сам Леонид Геннадьевич с компанией стоит дорого. Во-вторых, тогда производство фильма было гораздо более громоздким, чем сейчас. То есть мы во всякую глухомань ехали целым караваном машин, мы везли рельсы, мы везли эти тележки, которые катались, мы везли там все эти прожектора, краны и так далее. Нам приходилось нанимать вертолеты. Коптеров-то ведь не было. Вот, конечно, все это стоило дорого. Вы сказали, что Леонид Парфенов стоит дорого. По моей информации, он там вообще ничего не заработал. У меня не верна информация? Я не буду это комментировать, это не мои секреты. Это секреты Леонида Геннадьевича. Какие у вас отношения? Никаких, мы очень разные люди. У вас был конфликт, ссора? Нет, нет. Как вам работалось вместе? Леонид Парфенов — суперпрофессионал. У него можно поучиться, к нему нету никаких претензий вот именно с профессиональной точки зрения. Вот я от него очень много получил для понимания теле и кинопроцесса. Ну и вообще устройство вашей сферы деятельности. Вопрос, который из одного выпуска в другой мы тянем. Виктор Пелевин существует? Конечно. Вы видели его когда-нибудь? Ну, по телевизору видел. По какому телевизору? По обычному телевизору. А когда его показывали в телевизоре? Это было лет, не знаю, десять назад. Показывали какую-то поездку наших писателей в Японию. Там был Пелевин, Татьяна Толстая и еще двое, четыре писателя. По-моему, это даже у Парфенова в Намидне этот сюжетик есть. Прям вот живой, на ногах, с руками человек? Я уже не помню, он там сидел за столом. Может это, конечно, там макет или робот, но я думаю, что все-таки, скорее всего, живой человек. Вам нравится Пелевин? Нет. Почему? Просто не ваша? По многим причинам. Во-первых, я считаю, что Пелевин, он изобрел литературную технологию. И технология — это гениально. И вообще российская литература до Пелевина — это одна, а после Пелевина — это другая. Вот Пелевин — выдающийся мастер, который навсегда останется в русской литературе. Но свои собственные работы по этой технологии он делает все ниже и ниже и ниже уровнем. А можете объяснить неофитам, что за технология? Магу — это надо просто брать в три основных составляющих — масс, культ, буддизм и компьютерные вещи. Вот все это перемешивать и в абсурдном ключе придумывать сюжеты. Они, безусловно, будут как-то коррелироваться с современной жизнью и будут выглядеть как некий стёб, как сарказм, как ирония, как анализ действительности. Но на самом деле, по-моему, это просто мантры. И подавляющее большинство людей, которые читают Пелевина, мне кажется, не понимают, что они читают. Это просто модно читать Пелевина. Это просто символ того, что ты такой успешный, продвинутый человек. Вот читаешь Пелевина. Но что читают, люди не понимают. Есть очень простой критерий. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если ты понял, про что это — объясни. Вот объясните мне, про что я не знаю, там ампировая. — Ага. То есть, если ты можешь объяснить это в одном предложении, то значит… — Ну, пусть в пяти предложениях, неважно. А говорить о том, что вот это у меня такие ассоциации вызывает, это так клёво, это он так простебал того-то и сего-то — такую пургу можно гнать про что угодно. Это не анализ произведения, свидетельствующий о его понимании. — Сорокин и все его предсказания. — Сорокина я глубоко уважаю, но это тоже не мой писатель, то есть не тот писатель, которого я люблю. Но Сорокин работает примерно в том же ключе, но более традиционен. А вот в силу этого и более понятен. — Те предсказания, которые он сделал по части российского государства — это действительно человек провидец или просто по угару написал и так совпало? Или третий вариант, что чуваки, которые принимают решение, прочитали и по угару решили этому следовать? — Я думаю, что ни то, ни другое, ни третье. Ни провидец, ни по угару там и не случайно угадал. Это просто умный человек, который правильно экстраполировал основные тренды современности в недалёкое будущее. Это просто экстраполяция. Остроумная, талантливая, но это не какое-то там предвидение, данное свыше. — Назовите своих трёх любимых русских писателей современных. — Современных? — Да. — Ныне живущих? — Да. — Вряд ли кто знает этого писателя. Мне очень нравится Сергей Павлов — это писатель-фантаст, который сейчас, по-моему, давно уже ничего не пишет, но мне его старое произведение очень нравится. А двух ещё я, пожалуй, назвать не смогу. — Блиц! Я спрашивал коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. — Вы православный? — Да. — А вы выцерковлённый? — Нет. — Как вы относитесь к тому, что православие набирает мощь? — С опаской. — Чего вы опасаетесь? — Я считаю, что вера — это дело личное. Ну и, в общем, церковь должна быть отделена от государства. Опасаюсь давления и ущемления свободы воли. — Виктор Слушкин или Эраст Фандорин? — Я не читал Фандорина. — Вы не читали? А почему вам никогда не было интереса Акунина? — Нет, я к Акунину отношусь огромным уважением. Вот, но, 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 когда я ещё только выходил, скажем так, на это ресталище литературное, меня почему-то постоянно сравнивали с Акуниным, и я говорил, что нет, нет, я у него ничего не списывал, я у него ничего не крал. И чтобы говорить это честно, я не читал Акунина. — Ваше нелюбимое слово в русском языке? — Ой, много таких слов. — Назовите несколько. — Порядком. Точнее, порядка. Или, например... Мне не нравится, когда говорят, там, предположим, там, подъехало порядка сорока двух машин. Порядок — это десять, сто, тысяча, там, миллион. Вот, не порядка сорока двух, а около сорока двух. Мне, например, не нравится слово «рыть». Говорят, что он там отрыл окоп, откопал окоп. Человек копает, а роет свинья пяточком. Вот, мне не нравится, когда говорят слово «тушат». Тушат — пожар. Тушат — овощи, а пожар гасят. — Это правда, что вы совсем недавно начали выезжать за границу? — Нет, неправда. — Вы помните свое первое за границу? — Помню. — Когда и куда? — Прага. Когда, не знаю, там, лет пять-семь назад, что ли? — Пять-семь назад? — Угу. — Подождите, то есть еще в нулевые вы ни разу не уезжаете за границу? Я в такой момент просто зависаю всегда и хочу, чтобы это не выглядело снобизмом ни в коем случае. Это не снобизм — это попытаться понять, как можно быть звездой творческой профессии, да еще и искусствоведом, но при этом до, я так понимаю, сорока с лишним лет не ездить за границу. — Родитесь в 69-м году и поймете. — Не мешало ли это вашей работе? — Нет, нисколько. — Это же искусство. — Ну, понимаете, я искусствовед, скажем так, уже давно номинально, потому что я же не пошел по этой профессиональной линии деятельности. Вот я не стал там ни музейным работником, ни галеристом, ни кем. Вот. А я не выезжал за рубеж по той причине, которая была действительно справедлива. Я думал, что вот я съезжу, вот и у меня что-то изменится в отношении к России. Так оно и случилось. — Расскажите, пожалуйста. — Ну, когда я съездил в первый раз за границу и все увидел, я понял, что вот то, над чем мы ломаем копья в России, ну, это как будто изобретение велосипеда. Все эти вопросы давно заданы, ответы на них получены, все понятно, о чем, собственно, говорить. Вот. И многие вещи общественной жизни в России мне уже стали неинтересны, потому что это для мира, во всяком случае для Европы, ну, это уже архаик. — И вы намеренно не выезжали за границу, потому что понимали такой риск? — Я понимал, что какой-то риск будет. Я не формулировал именно так, но когда съездил, я понял, что вот именно так и случилось. — Сорян, что я еще раз сконстатирую на это внимание. То есть вам уже сорок с лишним лет, у вас достаточно денег, вы объездили всю Россию, но вы намеренно сдерживаете себя и не едете в Европу, потому что ваше отношение к России может поменяться. — Да. — И сколько лет... Что стало этим фактором, когда вы поняли — я больше не могу терпеть? — Ну, я не прилагал над собой никаких усилий для того, чтобы оставаться в России. Мне реально было в России интересно. Вот. А что? Не знаю, как-то так все потихонечку сложилось. Думаю, а чего бы и не поехать? — Обалдеть. Ну, это очень удивительно. — Вы что, Юрий? Огромное количество людей в России — вот, наверное, больше половины населения — не бывало даже в Москве. — Нет. То, что 80 или сколько процентов людей никогда не было за границей — я знаю эту статистику. — Ничего там удивительного нет. — Еще раз. Я очень не хочу, чтобы это выглядело снобизмом. Я понимаю. Я понимаю, как не устроено наше государство. И тоскую так же, как и все остальные люди, что они не могут видеть, как может быть. И вообще, в целом, мне кажется, движение от этого зависит. Я удивляюсь именно тому, когда у человека есть возможность, он понимает, ему это интересно, но он сдерживает себя. Вот с чем я удивился. — Ну, слушайте, я уже ведь не юноша, который использует все возможности, которые дает ему жизнь. У меня есть возможность нюхать кокс. Но я тоже пренебрегаю этой возможностью. — И финальное. В чем сила? — Получается, я сейчас должен дать какой-то крылатый ответ, который бы перебил фильм «Брат». Но крылатого ответа у меня не получится. Я скажу так — сила в адекватности. — Вы как-то сказали, что мем «Советский Союз — самая читающая страна на свете» — это миф. — Да. — Почему? — По многим причинам я прекрасно помню Советский Союз, и себя в Советском Союзе, и свое окружение читали люди очень мало. Ну, не больше, чем сейчас, во всяком случае. А почему так столь культова была книга в Советском Союзе? Ну, понятно. Книга являлась предметом роскоши. Это была вещь дефицитная. Поэтому книги покупали. Но покупать книгу и читать книгу — это разные вещи. У очень многих людей были прекрасные библиотеки, но книги склеились друг с другом от того, что их никто никогда не доставал и не открывал. Это во-первых. А во-вторых… А что вы смеетесь? — Ну, просто в целом это даже про мою домашнюю библиотеку. Это, так сказать, 90-е России были, но да, так и было. А во-вторых, в Советском Союзе литература исполняла несвойственные ей функции. То есть литература была учебником истории, литература была учебником социологии, литература рассказывала про парапсихологию, про очень многие вещи. В конце концов, литература была неким психотерапевтическим свойством и так далее. Вот поэтому люди читали. Литература в том числе была и развлечением. Сейчас этот пояс как бы расцепили на вагоны. Появились отдельные книги по истории, отдельные книги по парапсихологии. Уже нет потребности читать художественную литературу ради того, чтобы получить информацию по этим темам. Вот литература художественная съежилась до своих естественных размеров. И это правильно. Так а сам мем, получается, был просто одной из отыжек пропаганды? Конечно, конечно. Просто создать некую реальность виртуальную, которая гораздо лучше, чем реальная реальность. Конкурс! А что вы принесли нам в подарок? Так, я принес вам такую штуковину. Я ее купил в Музее науки и техники Манчестера. Это электронная игрушечка. Она очень напоминает те, которые были популярны на излете советского времени. Волк, корзина, яйца. Да, да, да. Ну вот. И в Манчестере это продается? Да. В Музее науки и техники. Конкурс! Условия конкурса, друзья. Алексей Иванов известен как человек, который следует Россию и потом самые разные городские легенды и истории может превращать в книги. Вы сами привели пример с Балтийском. Как, в общем, просто ваша встреча и посещение города может привести к тому, что вы задумываете новый роман. Вы знаете, насколько мы топим за интересные классные истории про Россию, особенно про глубинку. Расскажите какую-то историю в комментариях, которая теоретически могла бы стать предметом нового романа. Или Алексея Иванова, или кого-то еще. Мы выберем эту легенду в комментариях и направим вот этот подарок. Вы не против, если я в посылку прикреплю еще все те книги Алексея Иванова, которые у меня есть дома? Ради бога, буду благодарен. Те книги Алексея Иванова, которые у меня есть. Книги сейчас дорого стоят, поэтому это точно будет полезно. Алексей, спасибо большое!